Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush Frontiers. Ну что же, поехали, у нас с вами темно свете. Гномы являются одними из самых преданных наших союзников, наш король называет их стражами пещер. В поисках затерянного королевства лории они наткнулись на сеть тайных тоннелей ящеров. Полчища рептилий лезут через них на поверхность, чтобы подмять линерию под когтистую лапу Хиса, короля ящеров. Вы должны вместе с гномами остановить Хиса и его зверей, ибо только Денас может быть королем линерии. Ну что же, друзья мои, давайте приступать и смотреть. Так, ребята, вы только взгляните на это. Ё-моё, ящеры прокладывают тайный проход у нас под ногами. Нам лучше сообщить об этом командованию прямо сейчас. Тыщ, ой. Не успели, друзья мои, да они? Ну что же, Кащеюшка, придется нам сегодня с тобой поработать. Так, здесь у нас ящер-гвардеец, а здесь ящер-убийца. Так, ну что, друзья, что будем делать? Как расставлять наши войска? Тут у нас будут гномики, да? Гномиков пока мы трогать не будем. Так, я думаю, что начнем... Наверное, мы с башни лучников. Скорее всего, так. Дальше мы, наверное, сделаем... Так, вот сюда, я думаю, нужно ставить бомбарду, потому что... Я думаю, что отсюда полезут... Ящеры, скорее всего, не уверен, не могу сказать на 100%, но, скорее всего, будет именно так. Так, гномики, гномики нас здесь порадуют, как стражники, да? Значит, нам не стоит никого сюда выставлять, хотя... Черт его знает. Так, давай-ка мы, наверное, сделаем форт арбалетчиков. Слушай, а у нас деньги-то уже закончились, друзья мои. Ха-ха, очень быстро, да, кстати? Ладно, давай посмотрим, что у нас тут будет. Все-таки я гномов, наверное, все на место вот сюда поставлю. Ну-ка. Ну, ящеры, как видите, боятся у нас стрел. Они очень быстро от них погибают. А вот эти у нас становятся, по-моему, невидимками. Если я не ошибаюсь. Да, друзья, они становятся невидимками. Ай-ка, хорошо, хорошо. Кощеюшка бомбанул, но жалко. Не на 100%, да? Вот этот вот яд пролетел через наших врагов. 240 монет, и мы улучшаем с вами башню. Так, друзья. Нужно держать оборону в любом случае, как ни крути. Слишком много противников. Я думаю, что нам, наверное, даже придется здесь... Хотя нет, подожди-ка. Или придется? Сможем отбиться? Тогда не будем, друзья мои. Да, мы отбились. Тогда ничего не делаем. Так, башня Некроманта. Наверное, будем именно ее делать. Ну что, следующая волна. Ящер-гвардеец и ящер-опустошитель. Слушай, мне кажется, что нашему ящеру, нашему Кащею, лучше стоять вот здесь. Опа, нет. Нет, друзья мои. Кащей, возвращайся, потому что тут уже враги ползут со всех щелей. Ладно, будем прикрывать. Смотрите, смотрите, куда-то у меня яд-то полетел вниз аж. Я не думал, что так можно. Так, ну что, башня Некромантов, да? Здесь мы усеем все скелетиками. Так, а вот тут уже... Тут уже много противников идет. Много ящеров, которые нам здесь не нужны, верно? Верно. Так, заградительный огонь надо прокачать. Без него нам никуда. Да, и, наверное, вот где-то либо здесь, либо здесь, друзья мои, нужно поставить нам бомбарду. Ну, мне так кажется. Я могу ошибаться. Бомбарда. А есть ли от нее здесь толку? Слушай, ну вот это вот что? Отсюда вот пойдет враг, наверное? А, вот, скорее всего, отсюда поползет. Да, друзья, скорее всего, вот отсюда поползет. Так, и, значит, нам нужно сюда выставить что? Бомбарду, получается, да? Давай тогда так и сделаем. Так, а эти у нас, по-моему, телепортируются или... А, невидимками они становятся, да, у нас? Значит, нам здесь нужно сделать всадника смерти. Он не будет лишним, поверьте мне. Так, секундочку, что-то тут... Так, бомбим. Яд полетел. Очень хорошо, кстати. Так, и бомбарду не забываем прокачивать. И режим начали сделаем. Что такое? Куда это поперли, а? Олухи. Зря использовал я, да? Метеоритный вот этот удар. Зря. Мы бы могли и так справиться. Ну, я перестраховался. Так, друзья мои, ну... Да что ж такое-то? Так, Кощей, ты, если что, вот сюда вот передвинься, пожалуйста. Вот таким вот образом мы будем здесь их бомбить. Всадника смерти я призвал. Его надо будет вот сюда, наверное, выставить, друзья мои, да? Так, Кощей, почему ты ничего не делаешь? Нет, делает, все хорошо у него получается. Отлично. Справится он со своей задачей. Так, а мы будем потихонечку прокачивать бомбарду. Без нее нам никак. Ой, опять эти быстренькие, да? Ох, и бегут. Вот сюда, наверное, тоже нам нужно поставить... Слушай, а почему бы не поставить нам сюда мага, в конце концов? Лишним это не будет. Видишь, они телепортируются. Так. Воу, я-то куда аж вниз пошел. Нормуль. Это очень даже хорошо, кстати. Так, давай-ка мы, наверное, чуму прокачаем еще в следующий раз. Тут, я думаю, вот так вот не помешает бомбануть. Бомбардочка. Так. Ну, пока мы видим, ребята, ватные идут. Идут у нас ящеры, да? Да куда же ты яд-то запустил свой? Вниз куда-то. Зачем? Зачем ты это сделал, а? Кощейушка. Это не в тем, на самом деле, было сейчас сделано. Да что ж такое-то? Они телепортируются очень быстро. При получении урона. Видите, да? Так. Буровая платформа. Или же нам сделать с вами боевого меха? Нет, я все-таки платформу, наверное, буду делать здесь. Так, друзья, что у нас тут? Ящер-снайпер, ящер-гвардейцы, ящер-убийцы. Что за ящер-снайпер? Не понял. Ящер-снайпер. Очень меткие ящеры, вооруженные специально разработанными смертоносными арбалетами. Стоит две жизни дальняя атака. В плане стоит две жизни. Это как понять? Стоит две жизни. Я, честно говоря, не врубился. А, вот он как. Ты смотри, откуда он бомбит и попадает и убивает причем. Эй, друзья, так дело не пойдет. Они бьют по... Прикинь, они по Кащею бомбят. Слушай, ну-ка, Кащей, давай-ка мы с тобой попробуем, наверное, их наказать. Вот так вот. Поджарил? Поджарил. Так, улетаем нафиг. Сейчас нас бомбанут. Нас тут могут забомбить. Офигеть, я тебе скажу. Вот это да, вот это снайперишки. Ха-ха-ха. Я такого просто не ожидал, если честно. Надеюсь, больше этих снайперов здесь не будет. Хотя, какой не будет. Будут они, появятся. Надо только подождать. Так, давай, наверное, сделаем с вами еще одну башню некромантов. Да? Будем с вами выживать на скелетях, так сказать. И будем приступать уже, наверное, к прокачке нашей буровой платформы. Да? Это будет оптимально. Так, здесь никто не пройдет, надеюсь. Нет, один проходит. Смотрите, друзья мои. Ну, не тут-то было. Мы его подцепили. 400 монет нужно для того, чтобы поставить платформу буровую. Ну, что ж так долго-то, а? Во, отлично. Теперь нужно еще 300 для того, чтобы прокачать нам силы горнила, да? Угу, так и есть. Так, что у нас тут происходит? Все пока под контролем. Давай-давай, бомбим этих ящеров с пушками, со своими суперскими. Тут ходят они. А почему обычного скелетика вызвали? Должен же быть, по-моему, такой крутой скелет. Опять, друзья мои, ящер-снайпер. Это ж плохо. Ну, что, призываем? Пытаемся? Ты смотри, как они взжаривают. Нет, ящер... Это... Опа! А, это еще с какого перепуга? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй пролетать мне. Ничего себе, охламоны, да? Так, загородительный огонь. Вау! Ты прикинь! Эти снайперюги просто всех забомбили мне. Всех гномов. Офигеть! Они там вжаривают. Ну-ка, убей башню, пожалуйста. Нет, она не бомбит. А должна бы. Так, ну-ка, дракон, давай-ка мы с тобой попробуем этих снайперов сами уничтожить. Хотя вот так вот можно сделать. Во! Так, эффективно! Иди нафиг! Ну, яд летит. Очень хорошо. Слушай, а гномы-то валяются у меня до сих пор. Ни одного гнома уже у него нет. Прикинь. Снайпер, ты достал уже, а? Серьезно тебе говорю, ты достал. Он опять, друзья мои, там несколько их. Что будем делать? Как будем тут с вами выживать? Я пока не представляю. Слушай, надо уничтожать этих снайперов, потому что это дело очень плохо для нас сможет закончиться. Ну-ну-ну-ну-ну. Пробиваем, пробиваем их. Так, сила горнила. Прокачали. Все, да? Отлично. Возвращаемся обратно. Этих ящеров мы не должны с вами пропустить. Надо, наверное, прокачать нам с вами гномов. Так. Защиту, потом атаку, ну и магический напиток. Да что ты будешь делать? Опять они появились, а? Смотри. Ну. Так, хорошо. Давай вот так вот. Еще и с той стороны бегут. А вот это уже плохо, друзья. Вот это уже плохо, что они со всех сторон прут. Я так понимаю, они не успокоятся, пока не расстреляют всех моих юнитов. Да, здесь? Вот тут тырки. Ну что же, призываем тогда всадника смерти вот сюда, да? Вот сюда мы его выставим. Будет все хорошо у нас. Надеюсь. Так, что ж ты будешь делать? Давай сюда вот так вот сделаем. Ну. Бомбите. Да, а какое там бомбите? Мы ничего даже сделать не можем, друзья мои. Во. Всадник смерти. Иди сюда. Они вообще моментально убивают. Прикинь. Вот так вот. Ха. С ними бесполезно тут бороться. Опачки. Ящер-разрушитель уже идет. Да ну. Завязывайте. Так, слушай. Надо бомбануть сюда. Метеоритным ударом. Вот так вот. Все. Один там выбежал, да, все-таки? Хорошо. Подбили мы его. Так, ну здесь, я думаю, башни справятся. Смогут расстрелять. Но нам нужно их, наверное, побольше поставить. Так, давай вот сюда еще поставим с вами вышку. Да? Лучников. Ну, здесь уже мы сделаем топор метателей. Потому что форт арбалетчиков, это, конечно, хорошо. Но нужно нам, чтобы мы могли ослаблять противника. Так, отлично. Блин, как мне нравится наш Кащеюшка. Вообще великолепный чувак. Работает, как говорится, за десятерых. Так, гномики. Что же мне с вами сделать? В принципе, можно было бы их прокачать. Да? Тотем духов. Сгорели там все. Улетели. Так, давай-давай-давай. Прожигаем их. Минус. Еще минус. Так, тотем слабости. Конечно же. Без него нам никуда, друзья мои. Так, тут у нас кто? Виверна. Тридцать четыре штуки. И с этой стороны тоже виверны. И с этой стороны. Так, друзья, готовимся. Готовимся. Потому что сейчас будет очень много летающих виверн. Так, нам нужно с вами, наверное, установить побольше... Побольше стрелков. Да. Сделаем так. Чтобы они здесь не пролетели. Слушай, ну прекрасно получается. Все у нас под контролем, если честно. Я даже на расслабончике. Так, вот что с гномами мне сделать? Я не знаю. Или прокачивать, или же пока на них не обращать вообще внимания. Ну не обращать внимания тоже нельзя, согласись. Поэтому будем все-таки улучшать. Но уже после того, как сделаем заградительный огонь вот на этой башне. Ну я имею в виду, прокачаем по полной программе. Так, это у нас одиннадцатая волна. Через четыре волны у нас, я так понимаю, пойдет босс. Так что не расслабляемся, друзья мои. Слушай, знаешь, что я думаю? Может быть нам улучшить сокольничий? Как думаешь? Давай-ка я, наверное, прокачаю. Все-таки это и крит атака улучшается, да? И радиус атаки увеличивается. Да, улучшил называется. Смотри, только две башни у нас попали. В радиус. Тихо, тихо, тихо. Куда это вы? Фух, я уже думал, сейчас пробегут. Такого нельзя допускать, согласись. Такого беспредела. Нет, родные мои. Где у меня дракона? Дракона подбили? А кто? Я понял, кажется, кто. Вот эти вот снайперюги, которые тут стояли, убили мне моего Кащея. Вот так вот. А я этот момент пропустил. Вон они, бомбят. Из-под тяжка. По здоровью они, конечно, ватники, но урон у них вообще офигенный. Причем у них, я так понимаю, радиуса атаки вообще нет. Да, они могут бомбить с начала экрана и до конца. Так, опять же, снайперы 10 штук. Здесь виверны пойдут. Твою ж налево. Как же меня эти снайпера бесят, а? Как же меня раздражают эти снайпера. Начинают уже бомбить. Смотри. Они что делают, а? Очень плохо, друзья мои. Что мы можем с вами сделать? Послать туда Кащея, чтобы его убили? Нет, не хочу. Я этого не могу себе позволить. Могу только предложить вот так вот сделать. Во. Вот это уже совсем другое дело. Они здесь всех поубивали, да, прикинь? И идут, главное, дальше. Нахрапом. Вот олухи. Так, друзья, нам пока расслабляться не стоит. Так, давай-ка мы, наверное, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо до этого собрались. Вот здесь мы поставим с вами казарму. Потому что у нас вообще нет никаких вояк, а они нам нужны. И это будут у нас амплиеры. И, кстати, вот здесь, наверное, тоже, да? Хотя нет. Зря я так сделал. Их сейчас будут снайперы бомбить. Ой, дурила. Зачем я так сделал? Хм. Не подумал, да, ведь? Не подумал, друзья мои. Хорошо. Давай тогда мы с вами магов сюда сделаем. Раз, два. Третьей не хватило. Ну вот, о чем я вам и говорил. Сейчас эти снайпера будут бомбить. Это была моя ошибка грубейшая на самом деле. Так, ну-ка, вжариваем. Чтоб было им неповадно, да? Тамплиеры, конечно, здесь бедные. Просто, знаете, их... Просто всех разбирают здесь. Так. Тотем духов. Давай прокачаем тоже полностью, да? Ураганчик. Слушай, ну я не знаю. С одной стороны, ураганчик это хорошо. А с другой стороны, плохо. Потому что он собирает всех юнитов вражеских в кучу, да? И потом эта вся орда двигается на нас. Тоже не измут. Ох, как смачно тут их прожарило сейчас. Ты посмотри, сколько их здесь стоит. Моего дракона уже убили. Друзья мои, уже убили моего Кащея. Ну и как вы прикажете мне здесь быть? Как? Я, например, не знаю. Смотри, какая армада здесь идет. Если сейчас мы здесь не справимся, все, мы сфейлимся с вами, друзья мои. И все из этих вот вшивых снайперов. Все, короче, поехали. Вот так вот. Так. Колонковый бур. Я его вовремя успел, ребята, прокачать. Слушай, ну есть шанс у нас тут на выживание. Есть. Его не может не быть. Так, ну что, подбили. Здесь у нас ураганчик докачивается, да? Кстати, здесь скоро пойдет босера. Гвардейцы и убийцы-ящеры. Интересно, а чего он будет бояться? Я думаю, что, наверное, лука. А вдруг он, прикинь, не будет бояться стрелков, а будет бояться магии. А магических башен у меня очень мало. Хе-хе. И тогда мы попадем с вами по полной программе. Ух ты! Это, друзья мои, хиз. 7700 у него хп. Что он делает? Что это такое? А, он землетрясение делает. Понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне, наверное, надо вернуться, потому что враги тут лезут со всех щелей. Так, друзья, я не знаю, что нам сделать лучше. Бомбить по нему? Давай сделаем. Хиз, нифига такой здоровый, с такими кувалдами. Вот упырь, а. Вот упырь, а, ребятушки. Так, прокачка, прокачка. Смотрите, смотрите, что мы с ним делаем, друзья мои. Мы его просто, просто разбираем. Он съедает целиком просто любого юнита. Ну, давай, 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 давай. Чуть-чуть осталось. Есть! Вот так вот. Победите Хиса, короля ящеров. Вот так, друзья мои, достижение мы с вами получили. Ну, неплохо, согласитесь. Так, и что же у нас дальше идет по плану? Давайте посмотрим. Здесь пройдено. И, получается, остается лишь только порт Тартуга. Угу. Порт Тартуга. Ну что, давайте, наверное, попробуем одну миссейку-то сыграть. Последние несколько недель моряки и рыбаки крайне встревожены зловещими исчезновениями. Поступает сообщение о кораблях и людях, таинственным образом пропадающих в окрестных водах. Наш гарнизон в порту Тартуга, что на пиратских островах, просит о помощи. Мы все еще не знаем, кто или что стоит за этими исчезновениями, но наши прибрежные деревни в опасности, а король просит вас возглавить небольшую флотилию быстрого реагирования, чтобы разобраться с этой новой угрозой. Ну что же, друзья мои, я не против. Давайте посмотрим. Ты-тыри-тырить идет. Ага, на пляжике. Привет. Отдыхают, загорают, да? Еще одно прекрасное утро на берегу, да? Все как и вчера. И позавчера. Есть о чем докладывать? Не-а. Нам повезло попасть в охрану острова. А тут, друзья мои, уже идет беда. Вау. Так, ну что, друзья, пустынный воин, черный налетчик, да? Ага. Быстрая перезарядка. Попугай-бомбардировщик. Хе-хе, прикольно. Так, боцман. Эти морские волки могут отлично удерживать занимаемую позицию, всецело взяв под контроль поле боя. Так, ну что, друзья, я даже не знаю. Давай, наверное, с якорем с таким гигантским. Так, друзья, у нас с вами одна дорожка, которую мы должны защищать. Или две? Две, друзья. Вот здесь вот тоже, оказывается, дорожка. Тогда мы встаем вот сюда, вот посередочке, да? Так, откуда пойдут враги? Я даже не... Ну, отсюда, это понятно, отсюда. И где-то вот отсюда. Или поплывут, или... Не знаю, друзья, но они должны вот отсюда взяться. Так, у нас с вами есть вот такие вот вышки. Увеличивать скорость атаки башни на 30%. Я прокачаю. Так, обучает попугая сбрасывать бомбы, наносящие 20-40 очков урона. Обучает еще одного попугая бомбардировщика. Вдвойне веселее. Так, друзья, ну давайте, наверное, посмотрим, кто тут и что тут. О-оу, о-оу. Слушай, ну эти стрелки неплохие. Очень даже неплохие. Ох, одного дыхания достаточно было кощей, чтобы уничтожить этих вшивых псов. Так, ну радоваться пока рано, как вы понимаете, да? Ну-ка, давай-ка. Ой, ой, изи. Слушай, а мне нравится. Мне нравится. Так, наверное, вот здесь тоже нам нужно прокачать с вами вот эти вот штуки. Так, эти пускай стоят здесь, а мы с вами будем контролировать, если что, вот эту вот дорожку, да? Я думаю, это будет для нас оптимально. Ой, красота какая. Блин, кощей, ты меня радуешь. Слушай, а если мы сюда вот поставим, знаешь, что? Да, обычных вояк. Пускай они хоть как-то будут сдерживать их. Боевой пес, 30 штук. А тут, я так понимаю, пираты, да, пойдут? Угу. Этих ребят нужно прокачать. Ну, чтобы хотя бы хоть как-то могли сдерживать. Чтобы не падали с одного удара. Это что еще за барахло? Что это? Дредноут? Это какая-то лодка, что ли? Эй, 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 эй. Что он делает? Ты смотри... Ты смотри, что он вытворяет меня здесь, а? Офигеть. Взял, просто расстрелял всех моих юнитов. Хоть их и не так много было, но тем не менее, неприятно, согласись. Рыцарь... Нет, я лучше сделаю, наверное, гильдию убийц. Да. Нам нужно зарабатывать с вами деньги. А гильдию убийц как нельзя хорошо для этого подходит. Не-не-не-не-не, никакого... Кощеюшка, давай, родной. Стоишь там, улыбишься. Так, друзья, ну пока все хорошо, все под контролем. Да? Попугайчик. Два попугая. Вообще круто. Так, ловчий какой-то у нас тут сейчас пой... Кто это такой? Коварные подводные охотники, выслеживающие людей у морских берегов. Бросает сети и высокая скорость. Кстати, вы узнаете их? Вы узнаете этих морских демов? А я узнал. Классно. Когда-то мы за них играли, а теперь мы против них. Так, ну что, бомбочки посбрасывали. Кстати, вот здесь вот, наверное, тоже нужно попугая прокачать, потому что здесь вот эта вот лодка плывет. И нам нужно ее будет как можно быстрее уничтожать. Так, золотишко. Чтобы зарабатывали мы, да, с вами прокачиваем. Смотри-ка, в сетке, действительно, запутывают в сетке моих юнитов. Бедненьких. Ну ладно, далеко они все равно не пройдут здесь. Так, давай-ка мы, наверное... Как дорого стоит? 350, а? Монет. Друзья мои, это дорого, на самом деле. Для прокачки скилла. А это будет у нас попугайчик, да? Так, хорошо, ладно. Все равно не хватает. Так, пустынный лучник. А здесь у нас будут бессмертные. И черные налетчики. Слушай, а мы с вами что? Мы можем же бомбарду установить в конце-то концов. Что мы про нее все время с вами забываем? Оу-оу-оу, опять, смотри, что делает. Плывет. Давай-ка вот так вот попробуем сделать. Хе-хе-хе. Круто. Так, бомбардочку прокачиваем дальше. Ну. Пока все под контролем. Ой, друзья мои, лучники бегут. Паршивые лучники. Так, бомбарда. Давай бомби, я не знаю. А я, наверное, зря потратил удар метеоритный-то, да? Скорее всего. Потому что они могут мне и кощей забомбить, а расстрелять, так скажем. Ну, будем надеяться, что этого у них не получится. Так, монетки. Атаки могут стать внезапными. Давай прокачаем хотя бы на один уровень. Так, ну что? Боевой пес. Опа-на. Ловчий. А, вот оно как будет все дело происходить. Хорошо. Значит, они плывут. Подожди, а как мы их здесь выловим-то? Эй. Фу ты, повезло, что они вылазят. Я думал, что они вот сейчас под мостиком под этим будут проплывать. Это был бы прикол. Ну, таким темпом, да ладно. Я еще, как говорится, куда не шло. Согласен. Так, друзья, ну попугаи, смотрите, далеко летают. Значит, все-таки надо вот здесь вот прокачивать. Надо прокачивать, друзья. Хочешь ты или нет, но без этого, ну никак. Просто напоста. Они нам верную службу, как говорится, сослужат. Обожаю. Я кащаю вот за его дыхание, которое практически вот пролетает через все поле. Ну, правда, единственное, по определенной одной дорожке. Так, ну кто у нас там дальше? Ловчие. Боевые псы. И все, да? Ну, давай вызывать. Попугаюшка, сейчас подожди, мы тебе еще компаньона сделаем. Будет... Опять, опять, друзья. Опять эта лодка баржа плывет. Расстреливает, а? Смотри, что делает. Смотри, что она делает. Ну, давай, 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 давай. Расстреливаем. Все, уничтожили. Хорошо. По красоте. Ну, а теперь я буду, извините меня, прокачивать свою бомбарду. И, наверное, я сделаю здесь боевого меха. Да, пускай будет боевой мех. Ай, как красиво-то. Расстреливай, давай. И нужно прокачать еще нам, наверное, жалящие снаряды, да? По полной программе будем прокачивать с вами. Ну, и куда это вы собрались, а, волоки? И офигею, идут в наглую, знаете, как будто на прогулку вышли. Так, жалящие снаряды. А тут у нас ловчие. И здесь ловчие. Так, будем ждать. Будем ждать этих оборванцев. Слушайте, здесь нет никаких у нас анчевочек, нет? Ничего не могу сделать. Кстати, нам нужно еще призвать с вами одного ботспана. Хотя они даже, наверное, не успеют здесь ничего сделать. Потому что, ну, как видите, до них просто не доходит даже враг. А здесь вот так вот. Ай, классно. Ну что, прокачиваем. И сброс отходов. Это, ребята, будет масло, да? Которое будет задерживать противников. Так, опять идут стрелки. Ну, я имею в виду лучники, да? Опять эта бочка. Бочка такая, я не пойму. Странная какая-то. Ну, начинается, начинается, а? У нее бзик очередной. Ну, давайте уничтожить вы эту баржу. Черт его. Ну. Молодцы. Нет, не молодцы. Вот теперь молодцы. Так, погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Это что такое? Кощей! Ты как так мог пустить их? Сейчас был бы трындец. Фейл. Ну. Давай прокачаем еще масло здесь. Так, а вот тут вот мы будем с вами, наверное, мага все-таки устанавливать. Что ж ты будешь делать? Да как вы пробегаете-то, а? Как вы умудряетесь это сделать? Не понимаю я. Так, ловчий морской дьявол. Морской дьявол. Элитные воины и избранники Левиафана. Руководят отрядами ловчих в бою. Дальняя атака, мощная защита и средняя скорость. Ага. А вот эти вот дьяволы. Вообще знакомы мне на 100%. Они же сетками тоже могут бросаться, наверное, нет? Слушай, они крепкие. Они очень крепкие, друзья мои. Так, ладно. Будем прокачивать мага и, скорее всего, до некроманта. До некроманта мы с вами сделаем, да? А вот здесь, наверное, тоже мы поставим с вами башенку магическую. Но уже будет у нас там немножко другая, да? Будет уже башня архимага. Волна девятая. Так что еще успеем здесь с вами раскачаться. Да что ж такое? Вот эти вот... Ребята, вот у этого меха проблема в чем? Вот эти вот снаряды летают вокруг да около. Не чтобы сразу бомбить. Нет, они вот хотят повыделываться. Зачем это все делать, я ума не приложу. Так, а некромант у нас есть смысл-то? В воде стопудово никакие скелеты появляться не будут. Верно? Только лишь на суше. Ладно, фиг с ним. Прокачали, так прокачали. Ну, а здесь уже мы будем с вами делать башню архимагов. Так, следующая волна. Пустынные налетчики. Кто-то там еще у нас сейчас будет. Куда это они идут? Не понял я, погоди-ка. Здравствуйте, приплыли. Ха-ха, вот так, значит, они хотят сделать, да? Хотят меня вообще тут со всех сторон зажать. Ну, лолухи, вы зря. Зря вы так делаете. Вы сами напросились на неприятности. Так, что же сделаем тогда? Башню, башню надо прокачать срочно. Ох, йо, смотри, сколько их тут бежит. А если я так? Будете знать, как посягать на меня. Так, ну что, башню архимага мы с вами здесь, наверное, сделаем, да? Потому что у нас уже, как говорится, башня некромантов есть, а вот архимага нету пока. Морской дьявол, ловчий. Короче, сейчас у нас тут пойдут одни вот эти вот ловчие, да? Короче, водяные все. И баржа еще плывет, ее парасоты не было печали, а? Сейчас начнет, да, тут бомбить. Ну ладно, хорошо. Нет-нет-нет, главное, чтобы он их не убил. А он их убьет, скорее всего. Так, потопите пять вражеских дредноутов. Ну я уже потопил. Так, давай-ка вызовем еще одного. Ну что, вроде бы, друзья мои... О, как они быстро. Или это башня так убила? Я что-то не успел даже разглядеть. Что-то я не успел даже разглядеть. Так, башенка, ты ждешь, да, своей участи? Чтобы я тебя прокачал маленечко? Сейчас прокачаем, не волнуйся. Ну? Боцманы, вы будете что-нибудь делать или нет? Не позволяем им пройти здесь, не позволяем. Вот так вот. А то я смотрю, они уже в сетке начали наших ловить. Мне это не нужно. Так, друзья, только лишь одиннадцатая волна. Одиннадцатая волна, да, еще четыре впереди. Кто это? Новый враг, Отшельник. Эти глубинные демоны защищены мощным панцирем. И владеют древней водной магией. Так у них мощная защита обезвреживает башни и неуязвимость в панцире. То есть, когда он так становится, он неуязвим, да? И он башни может моей обезвреживать. Слушай, это плохо. Это очень плохо. А что ж тогда нам делать? Откуда он пойдет, этот Отшельник? Надо подготовиться к этому делу. Надо к этому делу основательно подготовиться. Слушай, это получается, что нам нельзя позволять... Ага, вот он, вот он плывет, друзья мои. Вот он плывет. Ну, башня, давай. Ай-яй-яй. Ну-ка. Ну, он получает урон от магии, по крайней мере. Ничего себе, как далеко он. Ну, смотри, что делает. Нет, так парень, дело не пойдет. Так дело не пойдет. Да что ж ты, упал. Хе-хе, Отшельник тоже мне. О, лох. Вот что я могу сказать. Ну, он далеко, кстати, может руководить своей магией, да? Чтобы он стоял здесь. И вот эту башню, ну, просто-напросто заглушил. Так что, друзья мои, шутки здесь плохи с этими ребятами. С Отшельниками. Ай, как они лопаются здесь. Классно. Так, Морской Дьявол. А здесь у нас тоже Дьявол Морской пойдет. Везде у нас пойдут Морские Дьяволы. Вызываем, друзья мои. А, тут Отшельник. Тут сейчас Отшельник пойдет. Так что, друзья, наверное, мы с вами здесь поставим лучников. А зачем? Зачем мне тут лучники? Зачем? Я вот вначале сделаю, а потом подумаю, зачем они действительно. Нет, парень. Ты успокойся, пожалуйста. Будет он мне... Смотри-ка. Спрятаться в панцирь. Вот он в панцирь восстанавливает себе здоровье. Ты понял? Вот так-то, друзья мои. И что? Ты вылезешь из панциря-то? Эй. Парень. Он вылез. Друзья, мне это совсем не нравится. Все, что тут происходит сейчас в данный момент. Какая-то у нас суета. Причем довольно не кислая суета. Так. Прокачаем полностью. Смотри, башни вообще не действуют, друзья мои. Он их просто обезвреживает. Слушай, так не пойдет дело. Парень. Да какой ты... Ты посмотри, он просто берет. И восстанавливает себе здоровье. Обалдеть. И... И как нам его вообще сейчас уничтожить, если он... А, нет, он вылез. Тут только нам поможет метеоритный удар. Да, друзья мои? Давай, прижучим его. Да иди ты в пень. Да что ж такое-то, друзья? Ну, ты посмотри. Ну, как вот с ним драться-то? Как с ним тут драться, если... Если бесполезно. Вот он идет и все. И ничего сделать нельзя. Хэй. Его взяли и ураганчиком еще и унесли. Зашибись. Это в тот момент, когда у нас тут враги идут, да? По всем фронтам. Молодцы. Круто. Че скажешь? Ни одна из башен не работает сразу же, да? Он опять продвигается. Их тут уже двое, друзья мои. Тут уже два отшельника. Понимаете, чем это все грозит? Твою же маковку. О, друзья, 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 друзья мои. Что тут творится? Ай-яй-яй. И еще один отшельник. Слушай, по-моему, он пройдет сейчас. Вот этот отшельник, скорее всего, друзья, пройдет. Или не успеет. Так, одного убили, слава богу. Но здесь еще двое. Вот как с ними справляться? Ну, ты посмотри. Ну, он просто берет и глушит мои башни. А мы не успеваем их забомбить за это время. Фигня какая-то. Какая-то просто ерундистика на самом деле. Он сейчас опять спрячется в свой панцирь и поползет, да? Так оно и будет. Смотри, смотри, смотри. Скелеты стоят, вообще ничего не делают. Вообще ничего не делают. Ну, ну хоть подбейте вы там одного-то. Фух, минус один. Последний там остался. Друзья, ну не... Вот честно скажу, я не ожидал, что вот эти вот отшельники такие сильные. А причем, когда они в панцире, они мало того, что неуязвимы, они еще и здоровье себе восполняют. Вот так-то. Об этом не стоит забывать, друзья мои. Давай сразу же гасить его. Не добил, потому что он успел спрятаться в свою ракушку. Ох-ох-ох-ох-ох. Что ж тогда делать? Ураганчик нам, в принципе, мог бы помочь. Да? Ну, по идее-то. Это, кстати, последняя, друзья мои, волна. Последние противники идут. Надеюсь, у нас получится все-таки их здесь подбить всех. Ну? Где там этот отшельник? Я его не вижу, друзья мои. Вы видите? Вон он. Стоит. Стоит на месте этот отшельник. Тут еще один ползет. Погоди-ка, у меня что? Ах ты. У меня ботсманов-то этих и не осталось. Давай-давай его туда. Воду, воду его. Не вышло. Так, тут-то до сих пор бомбим. Ты прикинь, мы этого отшельника до сих пор бомбим с вами. Что за ерундистика? Так, погоди-ка. Рэмбо Торнандо. Давай, пускай вылезет, и я сразу же применю. Ну, вот так вот. Есть! Наконец-то я его подбил. Я его подбил, друзья, и дальше у нас еще один. Вот этот вот, который тут ползает. Слушай, если бы он мне башни моей бы не глушил бы, да? Мы бы его давным-давно бы уже разобрали бы, поверьте мне. Но не тут-то было, да? В своем панцире передвигается. Так, сила горнила. Это последний, по ходу дела, монстр. Мы его взяли и откинули назад. Ладно, хорошо. А что я жду? Денег мне все равно здесь никто не даст, потому что это последний у нас. Ну, ты посмотри, что он делает, а? Ё-моё. А ты прикинь, если бы вот этих вот отшельников был бы целый отряд. Вот просто представь на секунду. Целый отряд отшельников. Ну, например, 20. И все вот в такой вот ракушке. Неуязвимые. Как вот их можно было бы здесь... Смотри, у него становится мало здоровья. Он берет, сворачивается и восстанавливает за долю секунды себе все здоровье. У меня так никаких метилетных ударов не хватит. На каждого-то. Ну, давай еще пройди мне там. Влупляю, друзья мои. Наконец-то. Слушай, это тяжело. Это очень тяжело с ними справляться. Да. Ну что, друзья. Наверное, мы на сегодня будем с вами закругляться. Так, у нас следующая миссия, да? Штормовой атолл. Ну, а это мы уже будем проходить, естественно, в следующей серии, в следующем видосике. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok